Всем привет! Сегодня приготовлю печенье с начинкой к чаю. Очень вкусное. Беру одно яйцо, щепотку соли, 80 граммов сахара. Это все взбиваю до белого состояния. Теперь добавляю щепотку ванилина, 30 граммов сметаны. У меня сметана 15%. Все это взвешивала на весах. Сливочное масло 150 граммов. Я немножко его разморозила, оно прям замерзшее было. Мягкое можно. Затем 80 граммов подсолнечного масла, 30 граммов крахмала. У меня крахмал картофельный. И сюда же я добавлю специальную ложечку пищевой соды из горки. Вот так. Хорошо перемешиваем. Получается вот такая однородная масса. По весу у меня 460 граммов. Почему я взвесила эту массу? Потому что я хочу ее разделить пополам. Это по 230 граммов будет. Взвешиваю все на весах. Но если весов нету, то можно на глаз. Теперь все разделено поровну. Муки у меня в общей сложности 500 граммов. 250 здесь, 250 здесь. В одну часть я добавляю горкой одну столовую ложку какао-порошка. Примерно столько же я убираю в эту часть. Потому что какао-порошок он тоже загущает. И, наверное, еще чуть-чуть добавлю. Ну, две вот так столовые ложечки горкой. И тоже уберу. Все хорошо это перемешаем. Одну сюда, другую сюда. Замешиваю тесто. Коричневое тесто готово. Переходим к белому. Муку всыпаю сразу. Сначала лопаткой вымешиваю, потом руками. Ну и теперь формируем печенье. От каждого кусочка отщипываю. Примерно одинаковые шарики. Вот так вот делаю. Больше, меньше, ничего страшного. Буду делать через соковыжималку. Застелила пищевой пленкой. Теперь берем любой кусочек. Белый, коричневый. Какой нравится. Вот так распределяю с одной стороны. Коричневый с другой стороны. В общем, по периметру всей вот этой вот поверхности. Сюда начинку можно положить любую. Какую вы хотите. Донышко тоже вот так, чтобы оно было не толстенькое. Нормальное. До самого верха растянуло. Я буду класть яблочки. Почистила и порезала. Без сахара, без всего. Просто вот так несколько штучек. Можно сюда кусочек шоколадки положить. Или какой-нибудь конфетки, коровку мягкую. Вот. Немного. Не так, чтобы полная была. Потому что формочка достаточно большая. И теперь края закрываю. Закрыла. Если что-то не хватило, можно отщипнуть. И вот так сверху немножко сделать. Придавили. Раз. Убираем. Получается вот такая пирамидка. А пленку опять сюда же. Все одной пленкой. Получается быстро. И на противень. Вот так. Еще покажу, как делаем. Толщину выбирайте сами. Но я не слишком тонко, не слишком толсто распределяю. Чуть-чуть вот так повыше делаем. Чтобы потом загнуть было удобно. Так вот лепешечку можно. Если неудобно сгибать пальчиками, вот так тоже хорошо. Раз. Раз. Подогнуть пленкой. И потом пальцем придавить, распределить. Сформировала печенье 30 штук. Теперь в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Ставлю минут на 30. Режим верхний. Ну что ж, вынимаю. По времени 25 минут продержала. Я смотрю, белая сторона начала подрумяниваться. И убираю. Все. Сейчас немножко остынет. И будем разламывать. Видите, вот здесь немножко треснуло. Почему? Ну, можно друг на дружку посильнее тесто как бы залеплять. Вот здесь вот нет, а вот здесь вот так. Ну, вот так печенье выглядит. Оно чуть-чуть теплое. Разламываю. Тесто песочное. Оно само по себе вкусное. Оно не твердое, оно рассыпчатое. Давайте вот так вот разламываю. Снизу тоже все. Внутри все хорошо. Пропеченное я уже съела. Вот с яблочком. Видите? Яблоко дает такую нежность и как бы смягчает внутри. Но тем не менее, тесто, видите, не очень толстое я делала. Поэтому отлично. Все пропеченное. И еще я сделала несколько штучек. По-моему, вот это вот тоже. Внутрь положила конфетку. Каракум шоколадную. Это не это. А, нет яблок. О, теперь не найду. Тоже с яблочком. Еще нашла с конфеткой. Разломаю, покажу внутри. Конфетка шоколадная каракум. Я ее пополам разделила и туда положила. С конфетой печенье получается слаще. С яблоком получается нежнее. Но очень вкусно. То и то. Так что начинку можете любую приготовить. Можно творожную. Такое печенье. Очень вкусное. Желаю всем самого доброго. Настроение хорошее. Пока.